65-я юбилейная сессия ЗСК последняя в нынешнем созыве и в таком составе. До начала заседания депутаты фотографируются на память, обмениваются мнениями и вспоминают важные решения законные, которые были приняты ими в этом созыве. На сессию собрались чуть ли не все краевые СМИ, пришлось даже ставить дополнительные стулья, а некоторым и вовсе следить за трансляцией в холле парламента. 65-я сессия объявляется открытой. Политическая пятилетка для депутатов этого созыва была более чем удачной. Она запомнится общественно-политическими и экономическими событиями, которые прошли в стране и в крае. Подвести итоги работы пятого созыва в законодательное собрание региона приехал губернатор. Вениамин Кондратьев поблагодарил парламентариев за плодотворную работу и отметил, совместно с исполнительной властью удалось сохранить экономическую, политическую и социальную стабильность на Кубани. Нынешний созыв один из самых опытных. Многих из вас я знаю лично и очень грамотных законотворцев, очень принципиальных людей, с позицией, с точки зрения, которую вы не боитесь отстаивать. Я в первую очередь благодарен вам за то, что законодательная и исполнительная власть никогда не были по разную сторону реки жизни. Были в одной лодке. Поэтому и результат, который мы сегодня имеем, это результат нашей совместной работы. Сегодня край стабилен. Стабилен. И политический, и социальный, и экономический стабилен. А еще экономический, и определенный дает рост. Губернатор добавил, что депутаты принимали важные законы для развития и сохранения стабильности в регионе. Например, региональная программа развития промышленности. Была усовершенствована инвестиционная политика края. Введены налоговые преференции для резидентов промышленных парков. Стало проще передача земель в аренду фермерским хозяйствам. Но главное, все эти годы удавалось сохранить социальную направленность краевого бюджета. Сегодня на сессии парламентарии внесли изменения в главный финансовый документ. Доходная часть регионального бюджета в этом году увеличится более чем на 5 миллиардов рублей. И составит больше 220 миллиардов. Мы смогли сделать бюджет максимально социально адаптированным к жизни жителей края. Сегодня в крае строится 8 детских садов и 14 школ. За последние 30 лет школ было построено всего 12. Вот вдумайтесь. В следующем году на модернизацию оборудования в кубанских больницах дополнительно выделено 1 миллиард рублей. Это дополнительно, не всего. Вот такая сумма, коллеги, будет освоена впервые. После 2012 года. Это из федерального бюджета. Такая сумма выделялась. Из федерального. А мы с вами на следующий год из краевого выделили. За 5 лет ногу удалось сделать, но еще больше предстоит, отметил спикер Кубанского парламента Владимир Бикетов. Необходимо улучшить водоснабжение в северных районах края, решить вопрос газификации и строительства дорог, а также кадровые проблемы в здравоохранении и образовании. Оценку работы власти всегда дают ее избиратели, подчеркнул Владимир Бикетов. И здесь важно не обмануть их ожидания. Перед завершением созыва депутаты побывали во всех городах и районах и отчитались о своей работе за 5 лет. Мы старались ее выстраивать таким образом, чтобы не заходить в зону ответственности исполнительных органов власти. Но тем не менее, мы всегда разделяли ответственность перед населением за все, что происходило и происходит на территории Краснодарского края. Мы старались довести до сведения населения, чем занимается власть, какие решения принимает. И, в общем-то, всегда находили понимание. У нас есть ответственность перед населением, ответственность за судьбу Краснодарского края, если хотите, и за Россию в целом. То мы вынуждены работать так, чтобы у народа, у населения края была уверенность в том, что есть власть, способная принимать решения, способная брать на себя ответственность, способная отстаивать интересы жителей Краснодарского края. Работа депутатов ЗСК 5-го созыва запомнится и другими важными решениями. Законом о создании в крае МФЦ, возрождении виноградарства и садоводства, принятием закона о развитии чаеводства, сохранением зеленых зон в муниципалитетах, поддержкой малого бизнеса, стратегии развития кубанского казачества. За 5-й созыв депутаты ЗСК приняли более тысячи краевых законов и более трех тысяч постановлений. За 5 лет удалось многое сделать вместе с законодательной властью, вместе с исполнительной и муниципальной. Мы не разделяли ни чьи полномочия, а работали в едином направлении. Мне понравилось, что мы добились многих краевых и муниципальных программ, которые финансировались в бюджете края. Это программа по газификации и программа по теплоснабжению. Налицо сегодня социальная, экономическая, прежде всего социальная и политическая стабильность в регионе. Это говорит о том, что чувство ответственности было присуще как исполнительным органам, так и законодательному собранию. Мы каждый раз при осмотрении любого нормативного права акта вносили предложение, оно поддерживалось губернатором, и мы разделяли ответственность. Я горжусь своими коллегами, которые в сложные времена, экономические сложности, смогли во время поддовки к Олимпиаде, во время референдума в Крыму, во время помощи крымчанам, во время следительства моста сейчас показать высочайшую эффективность. Работа любых депутатов видится не сразу, а через какое-то время, и мы эту работу увидим. Пятый созыв ЗСК завершил свою работу. Осенью места в этом зале займут депутаты нового созыва. И скольким парламентариям удастся сохранить свои кресла, теперь зависит только о доверии избирателей. 10 сентября жителям Кубани предстоит избрать новый состав регионального парламента.